Так, мы сегодня на инклюзивном семейном благотворительном фестивале Галафест Это Академия Галчонка Благотворительный фонд Галчонок устраивает вот такой фестиваль Разберемся в навигаторе Как это, вот так или вот так? Ты ориентируешься в пространстве? У меня просто тупографический кретинизм Сложная работа? Нет? Нет? Не тяжело вам, не жарко там? Нет? Мне всегда кажется, что там жарко А можно вас потрогать? Ну, не вас, а Галчонка? Да Он кажется таким мягким Галчонок Кажется, мою голову кто-то съел Если кто-то далеко, все равно помочь легко Просто номер забери Три-четыре-четыре-три Вся чудесный орбитаж Прилетел Галчонок наш Потому что на планете есть особенные дети Я всегда мечтала в солнече танцевать Тебе Делай добро Своими руками Ведь ты с нами Тебе, 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 тебе Рады все, рады все Тебе, тебе, тебе Рады все Рады все Тебе, 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 тебе Рады все Рады все Делай добро Своими руками Ведь ты с нами И ты с нами Группа Фрукты Рады все Рады все Рады все Рады все Я уважаю актеров за то, что они в такую жару, когда хочется взять скальпы, волосы, остричь, а не в шапочках, в шубах практически, в этих линиях, в пляжах, за благословения, это классно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы иногда пытаемся позвать к себе на концерты каких-то людей, с ними попеть, а потом мы можем предложить, ребят, пойдемте с нами вместе споем. Это максимум, наверное, что мы можем сделать. Даже те, кто петь не умеет, вы приглашаете спеть. Люба, не надейся, не надейся. Я просто не надеюсь, что вы меня пригласите в следующий раз. Они же умеют что-то другое обязательно. Главное раскрыть талант. Про кино, что я хочу сказать. Друзья, в кино сейчас проблема с музыкой. Есть молодые, талантливые композиторы. У нас их вот здесь вот каждый пишет музыку, например. Отлично. Это не очень дорого, но и не бесплатно, дорогие друзья. Мы уходим. В этом виде благотворительности мы не занимаемся. Потому что это наша работа, прямая наша обязанность. И у нас еще есть дети. Спасибо. Но мы всегда идем навстречу, если нам это нравится. Вы все согласны писать? Конечно. Ну, то мы пишем. Просто об этом пока никто не знает. Кто еще снимет? В «Ваттерском» мы все снимем. Серьезно? Мы все снимемся. Вот это абсолютно бесплатно, кстати. Это за интерес. Может быть, каких-то любимых композиторов назовете? Олег Белов. А Джонни Гримов из «Радиохайп» пишут музыки в фильмах. Вы себе, наверное, знаете. Там просто столько людей, даже, ну, я так как-то даже не назвать. Там очень много даже исполнителей, которые занимаются рок-музыкой и телемузыкой электронной, пишут кино. И мы даже не знаем, что это они. Это бывает зачастую. А вы не знаете, да? Это все два и другие. У меня, например, последние три истории. Это когда мы договариваемся писать музыку, договариваемся на определенную сумму, как мне кажется, скромную и так. Потому что работа, работа, нет, это совершенно другие деньги. Уберите все нули и значок «Р» в конце. Да? Мы потянем. Мы договариваемся, пишем музыку. Это занимает полгода, год в зависимости от того, сколько снимают кино. Если кино малобюджетное, чем оно плохое? Потому что прямо в момент меняется все. Музыку нужно переписывать. То есть ты тратишь очень много сил. А потом тебе говорят, ты знаешь, даже эти деньги, это очень много. Мы возьмем библиотеки. А что лучше, а мы заморозим какое-то дело и не будем ничего снимать. Такое тоже бывало. Слушайте, это вообще отвратительно. Нет, мы заплатим вот эту цифру без нулей, без долларов. Мы готовы. Мы заплатим прямо сегодня авансом, чтобы нам писали музыку для нашего пространственного фильма. У нас миссия найти факультет кино и театра, пользуясь навигатором. Все, идем. Мы, кажется, на выход идем. Серьезно, мы в какие-то дебри зафигачились. Я профессор Абнимашкин, всех приглашаю. Всем, всем, всем. Хочешь пообниматься? Я всегда хочу. Собаками. Да, а где собаки? Серьезно, пойдем. Спасибо большое. Класс. Можно я вас обниму? Конечно. Спасибо всем. Блин, это моя мечта вообще, погладить какое-нибудь животное. Я так давно хочу погладить животное какое-нибудь. Сиди. Сиди. Ларе. Смотри, а она даже на меня не смотрит. Классно, да? О, молодец. Целая. Мы принято обратить внимание на фон, что это часть. Для того, чтобы поддержать наших детей. Мы нам не сливали галчонок. Попытить кино и театр, вы не знаете? Здесь мы рисуем, делаем простетики. И в следующий мастер-класс в 4 часа будем делать волшебные существа. Да, это надо нарисовать, а не написать на заборе. И здесь дуб такой, дуб зеленый. А почему он не зеленый? Здесь девочка такая стоит. Как в туалете, да? Подожди, волосы, волосы длинные. Блондинка. Сейчас. О, черно-желтая. Черно-желтая. Черно-желтая блондинка. Так, а тебя я сейчас тоже нарисую, чтобы все знали, как ты выглядишь. Вот, и ты всегда модная, у тебя всегда модная помада. У тебя длинные черные волосы. Ты нарисовала лицо, как блин мое. Здесь ухо торчит. И, ой, серое ухо. И серая шейка. Ты серая шейка. Ты по сравнению со мной достаточно большая получилась. А где моя камера? Начинается. А вы вообще занимаетесь благотворительностью? Да, у меня есть фонд. Ну, вы и ходите к другим фондам тоже. Конечно, по всем лучше. Любой человек, если он хочет помогать системно, да, и знать, куда поступили его деньги, что они поступили точно туда, куда он планировал, и это будет сделано профессионально и именно в нужном направлении, да, не будут закуплены игрушки, а будут закуплены лекарства, причем лекарства именно те, которые нужны, потому что тоже бывают разные ситуации, да, то, конечно, нужно обращаться в фонды. Для того, чтобы выбрать фонд, которому вы хотите помогать, достаточно зайти на сайт и немножечко просто потратить на это время. Мы начинающий кемтографист, да, в Ташкорхенов? Да, вот. С надежной делом, конечно. Я всем вопрос этот задаю. Готовы ли вы участвовать? Конечно, конечно. Но благодарите. С огромным удовольствием. Вот буквально сижу и жду интересных предложений. Если это интересный проект, если это, как сказать, меня заводит, если это мне интересно, если я вижу в этом смысл, то, конечно, да. Вот есть режиссер, например. Вот я, допустим, который не написал еще сценарий, но вот, допустим, я автор, автор своих книг. Я могу отдать телефон своего агента. То есть через агента? Ну, может, мне это не очень сложно найти. Да, ну, то есть любой человек. Сегодня вообще найти совсем не сложно найти. Скорее, все сложно не спрятаться. Также вы можете меня найти на любых благотворительных событиях, в том числе на Москве. Да, в работе нашего фонда «Дети и бабочки» вы тоже меня всегда найдете. Я всегда мечтала стать врачом. Он прям реально как живой человек. Смотри, у него голова вот так вот. У него есть там мозг. Смотри, кстати, с зубами все в порядке у него. И ноздри неволосатые. Зеленые глаза. С голубой. Ага. Быть Джоном Лениным. Опять Лениным. По-моему, у меня правый глаз волосатый. Джек волосатый глаз. А здесь надо по одному красить? Можно вдвоем? А мы кто? Синие? Перекрасить. Пошли, пошли, пошли. Пасни Крылова. Мартышка и очки. И без козырка. Мы пришли. Это факультет театра и кино. Прочитал и сыграл Митя Захаров. Выключите театру и кино. Спасибо. А я вот не помню во сколько. Это карта. А может? Нет, там время где-то есть. А, в расписании надо посмотреть. А, вот оно. Да. Надоело сдать свою трусу. Да и что это на самом деле за жизнь всего боятся? В другое время сдается от нас от страха. Припал бы к земле. Актеры озвучивают диафингу. Я, кстати, тоже не прочь. Я хочу тоже поозвучивать. У нас нет микрофона, чтобы что-то озвучивать. Мама, меня чуть-чуть волк не съел. Смотри-ка. Белый мой. Я знаю, что ты давно хочешь отстричь меня. А кто вообще так? Можете сказать, я последний, нет? Я последний. Вот мы тогда. А вы за кем? Не знаю. Вы меня подстрижете? Да. Мы девочек не стрижем. Ну, смотрите. Ну, я не могу больше, понимаете? Коминация. У меня никто не стрижет. У меня уже волосы отр... Продать? Конечно. А вы продюсер? Нет. А куда дели? Выбросили? Блин. Ну, вообще, меня чуть не убили. За что? Когда тебе такие волосы убили? Потому что это же можно. Ты что? Когда? Показать тебе фотографию? И мне. А нам? И мне, покажите. Вы че? Смотри, даже свои волосы. Ого-го, по-моему, длиннее, чем у меня. Все нет ходу. Да бесполезно. Тебе же сказали, девушек не стрижет. Вот, но здесь бороды стригут. Идется отрастить бороду. Меня не стригут. Озвучивать не дают. Все, я не вижу смысла.